Севастопольское информационное бюро первой новости города в студии Олеся Бреленкова. Здравствуйте. Ночью 30 марта Севастополь попрощался с киевским временем. Стрелки часов городских курантов переведены на два часа вперед. Началось новое российское время. Ступени, ступени, ступени. Путь к севастопольским курантам долг и непрост. И очень похож на возвращение домой, в Россию. Задача тех, кто отвечает за переход на новое время, абсолютно синхронизировать все до секунды. Работа ответственная. Переход начинается. Пошел. Симферополь. Симферополь. Решил перейти на московское время еще в 22 часа по Киеву. Севастопольцы руководствовались старой практикой. Перевод стрелок всегда проходил в 2 часа ночи. Но главные часовщики города говорят, главное это же предвкушение. Мы просто продлили себе праздник. То, что мы все ожидали, то и случилось. Что должно было случиться уже давным-давно. Мы об этом только думали и не думали, что это все-таки будет. Но это свершилось. Сегодня произошла перестановка времени. Теперь мы живем по московскому времени. Ура! Переход стрелок севастопольских курантов занял 4 минуты. Московское время пошло. Елена Анисимова, Дмитрий Фомин, Юрий Синельников, Севинформбюро. Переход Крыма на московское время не вызвал перебоев в движении пассажирских и грузовых поездов, сообщил исполняющий обязанности начальника крымских железных дорог Андрей Каракулькин. По его словам, изменение времени не помешает движению пассажирских и грузовых поездов. Граждане, постоянно проживающие в Севастополе и Крыму, но не имеющие здесь постоянной прописки, могут рассчитывать на получение гражданства Российской Федерации. Об этом сообщили в Управлении Федеральной миграционной службы в Севастополе. Тем, кто не имеет местной регистрации, либо прописан на территории Украины, следует пройти процедуру получения российского гражданства. В такой категории граждан будет проводиться установление процедуры определения принадлежности к гражданству Российской Федерации. Эта процедура будет проводиться согласно указу президента об утверждении положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. В данном случае гражданин, опять же, к нам на Пушкино-2, кабинет 4, будет подавать заявление в свободной форме с просьбой определить его принадлежность к гражданству Российской Федерации. К данному заявлению гражданин должен предоставить все возможные документы, какие подтверждают факт его постоянного проживания. Это может быть решение суда об установлении юридического факта на момент 18 марта 2014 года, либо справку с места работы, ну и другие всевозможные доказательства, которые свидетельствуют о постоянном проживании человека в Крыму, либо в Севастополе. После подачи всех необходимых документов будет приниматься решение о принадлежности к гражданству. Срок рассмотрения таких вопросов по закону не превышает один месяц. На основании этого решения человеку, гражданину для получения паспорта будет выдаваться документ для оформления паспорта гражданина Российской Федерации. Срок подачи документов не установлен. Этой категории граждан выезжать за пределы Крыма не нужно. В случае их выезда они могут потерять статус постоянно проживающего человека. Поэтому волноваться, переживать, что они не успеют оформить, не нужно. Все пройдет спокойно. Тем севастопольцам, которые решили сохранить украинское гражданство, либо остаться лицами без гражданства, следует до 18 апреля этого года подать заявление определенного образца в управление миграционной службы по адресу улица Пушкина, 2 в будние дни. На основании этого заявления, такой категории граждан, будет выдаваться справка о том, что они обращались в компетентные органы Федеральной миграционной службы по вопросу оставления гражданства Украины либо оставления статуса лица без гражданства. Также, если граждане Украины и лица без гражданства хотят оставить гражданство Украины своим несовершеннолетним детям, то они точно так же прилагают к серокопии свидетельства рождения детей и 16 лет к серокопии паспорта ребенка. В управлении миграционной службы рассказали также, что делать тем севастопольцам, у которых не сохранились свидетельства о рождении. К заявлению установленного образца форма 1 подается к серокопия паспорта гражданина Украины и гражданин пишет заявление, пришел оформить паспорт гражданина Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины в связи с утратой свидетельства о рождении. Таких случаев очень много и вопрос этот решается. Управление Федеральной миграционной службы в Севастополе находится по адресу улица Пушкина, 2. Рабочее время с 9 до 18 часов в будние дни. Москва ответит, если Евросоюз будет выдавать шенгенские визы жителям Крыма только по украинским паспортам. Об этом заявил руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Воскресное время» на Первом канале. Это неприемлемо. Это грубейшее нарушение прав человека. Люди, которые живут в Крыму и которые выбрали российское гражданство, они не имеют никакого отношения к геополитике. Они просто хотят жить в стране, которая отвечает их культурному запросу, их языковому запросу, их генетическому, если хотите, фонду. И если Евросоюз пойдет на подобные шаги, я убежден, что на это мы ответим точно. И ответим так, чтобы Евросоюз понял неприемлемость подобного грубейшего нарушения прав человека. Кроме того, Сергей Лавров заявил, что если Запад признал Майдан, то реальность воссоединения Крыма с Россией обязан признать тем более. И когда на этот Майдан очень быстро подтянулись боевики правого сектора и подобных радикальных организаций, мы предостерегали от покровительства западными странами этих процессов. Они нам отвечали достаточно невнятно, что это законные народные проявления гражданской позиции, хотя уже тогда было видно, что эти проявления принимают откровенный антиконституционный характер, антиправительственный характер. Ну и после того, как все это превратилось уже в государственный переворот, совершенный буквально через сутки после того, как было подписано соглашение между Януковичем и оппозицией в присутствии трех министров иностранных дел стран Евросоюза, они тут же сказали, ну вот народная революция, как говорится, сложилась реальность, которую нужно признавать. И они продолжают говорить нам об этом до сих пор. Они опять-таки говорят, ну что было, то было. И надо исходить из реальности, давайте не будем вспоминать о прошлом, кто старый помянет тому глаз, вон надо думать сейчас о том, как ситуацию перевести в конструктивное русло, и в частности, как сделать так, чтобы ваши решения по Крыму были отозваны. Я не утрирую, нам до сих пор об этом говорят. Но на это ответ очень простой. Даже если абстрагироваться от сопоставления законности того, что произошло на Майдане и что произошло в Крыму, а я убежден, что Майдан это противозаконное действие, а Крым это волеизъявление народа, причем с таким процентом голосовавших и голосовавших за воссоединение с Россией, что оспаривать это просто невозможно. Но даже если абстрагироваться от существа дела, говорить о том, что вот там состоялась реальность, а вот эту реальность в Крыму мы признать не можем, ну это дипломатически не выдерживает никакой критики, это просто нечистоплотный подход, если ту реальность. В отношении же снайперов на Майдане министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что те работали по распоряжению правого сектора. И у официальной Москвы есть все основания быть уверенной в этом. У нас есть многочисленные факты, которыми я делился со своими партнерами, о том, чье посольство регулярно контактировало с правым сектором, куда регулярно приходили руководители правого сектора, чьи представители регулярно находились на Майдане, в тех помещениях, которые контролировал правый сектор, и откуда правый сектор руководил многими бесчинствами, включая организацию стрельбы снайперов. Так что я это оставлю на совесть тех, кто занимается такими упражнениями. То есть вы хотите сказать, что правый сектор координировал организацию стрельбы снайперов? У нас есть такие данные. На Украине продолжается регистрация кандидатов на президентские выборы, которые нелегитимная власть назначила на 25 мая. Срок подачи документов в Центр избирком истекает 30 марта ровно в полночь. На данный момент о желании участвовать в гонке объявили более 20 человек. В качестве кандидатов зарегистрированы меньше 10. От партии «Батькивщина» на выборы идет Юлия Тимошенко. От «Свободы» – Олег Тегнебог. От партии регионов – Михаил Добкин, который еще до недавнего времени был губернатором Харьковской области. Партия «Удар» Виталия Кличко поддержала самовыдвиженца Петра Порошенко. Помимо них, необходимые документы в Центральную избирательную комиссию подал лидер радикального движения «Правый сектор» Дмитрий Ярыш. Напомним, против последнего кандидата в России заведено уголовное дело по нескольким статьям за призывы к терроризму, в том числе с использованием средств массовой информации. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала новых кандидатов на президентские выборы. Это киевский предприниматель Владимир Саранов и украинский депутат Валерий Коновалюк. Все претенденты внесли избирательный залог – 2,5 миллиона гривен. Вернут их, согласно украинским законам, только тем, кто выйдет во второй тур. А если хватит одного, то лишь победителю. В это время на Востоке продолжаются митинги с требованием федерализации страны. Люди настаивают на проведении референдума. В Луганске на митинг с такими лозунгами вышли более 2000 человек. Они говорили о необходимости объединить усилия в борьбе за свои права. В Донецке будет подписание договора между организациями Донецка и Луганска и между двумя областями. Мы будем объединяться. Впоследствии будет присутствовать Север Харьков и Весь Восток. Только вместе мы можем что-то сделать. Участники митинга в Харькове, на котором собралось около 4000 человек, призвали создать юго-восточную автономию из восьми областей Украины. На митинге было принято обращение, в котором собравшиеся предложили объединить силы Юго-Востока, создать координационный совет и единым фронтом выступить против путчистов в Киеве. За выход Аляски из США подписались уже 35 тысяч американцев. Для того, чтобы Белый дом пересмотрел договор полуторавековой давности, осталось собрать 65 тысяч подписей. Вопрос о правомерности продажи российских земель обсуждается давно, но на уровень законодательной инициативы еще не выходил. Тем не менее, на фоне присоединения Крыма эта тема в России находит все больше откликов. Ровно 147 лет назад Россия подписала США договор о продаже Аляски. За полтора миллиона квадратных километров территории штаты заплатили чуть больше 7 миллионов долларов золотом. Но несмотря на то, что с момента продажи Аляски прошло уже почти полтора века, эксперты уверены, что сделку можно опротестовать. Сейчас создается экспертная группа, которая займется подготовкой документа о спаривающего решения российского императора. Участники севастопольского ритуала решили не отменять традицию воскресного прохождения по кольцу города. Шествие с российскими и андреевскими флагами за шесть с лишним лет стало частью истории Севастополя. 30 марта, в день, когда город впервые за много лет проснулся по московскому времени, знаменосцы вновь вышли на привычный маршрут. В день, когда Севастополь начал жить по московскому времени, под флаги севастопольского ритуала встала молодежь – школьники, несущие вахту на посту номер один. Участники, которые начинали в 2007 году патриотическое движение, очень рады такому пополнению. И мы будем на одном дыхании продолжать ритуал с молодым поколением. Вот что такое. Мы с ними вместе. Мы остаемся в строю. Мы никому ничего не передаем. Пока силы нас не покинут, мы будем вместе с ними, с молодыми. Севастопольский Центр военно-патриотического воспитания молодежи выступил с инициативой не прекращать воскресное шествие с флагами. Потому что за несколько лет ритуал стал такой же севастопольской традицией, как знаменитый полозинный выстрел. Начиная с сегодняшнего дня, каждое воскресенье еженедельно старшеклассники юноармейских отрядов, стоящие на посту номер один, будут принимать участие в севастопольском ритуале. Севастопольский патриотизм – это тема для написания не одной книги. И он впитывается в детей на генном уровне. Поэтому я искренне верю в то, что сегодняшние ребята и последующие юные патриоты Севастополя впишут свои странички в летопись нашего великого города. Молодежь пока настроена решительно. Сложившиеся патриотические традиции нужно поддерживать. Иначе все решать за граждан будут совсем другие люди. Я считаю, что это необходимо делать, потому что, чтобы никакие нам люди не указывали, что нам делать, потому что это русский город. И мы должны это делать всегда, потому что все-таки это наш город любимый. Елена Анисимова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Участников самообороны с северной стороны отблагодарили. Около 400 человек стояли на страже города на этом участке. Более 150 активистам вручили грамоты. Благодарить этих людей необходимо. Поэтому здесь это не необходимость, это действительно так нужно. И мы от имени нашей организации, от партии «Русский блок», по решению нашего совета, мы решили собирать тех, кто участвовал и принимал активное участие в нашей структуре. Сегодня только первый этап. Северная сторона – это часть, которая была охвачена по блокпостам. Естественно, мы будем награждать наших товарищей и в других районах постепенно. Но я хочу сказать, о этих людях должны помнить и этих людей должны любить. Именно они защищали в трудную минуту и вставали на защиту нашего города. Многие представители самообороны с северной стороны приняли решение выйти на защиту города еще до 23 февраля. А уже после ряды самообороны начали массово пополняться. Сразу взялись за это дело, потому что другого момента не будет. И Симферополь попросил нас с помощью. Собрались с народом, поехали в Симферополь на помощь к ним. Ну, потом уже отстоять границы установили. Орловский мост, непосредственно мы были на Орловском мосту. Михаил Рябов рассказывает, что стычки с неприятелем были. Например, в Симферополе на митинге гастролеры с Майдана устроили настоящую газовую атаку, но севастопольцы выстояли. Другие представители самообороны отмечают, что приходилось усмирять и разгуливающих с нацистской символикой и флагами граждан. Были и более острые моменты противостояния, однако об этом в торжественной обстановке предпочитают не вспоминать. Главная цель достигнута, говорят бойцы. В этом севастопольцам помогали и жители Бахчисарайского района. Хоть этот район не касается к Севастополю, но Бахчисарайский район это все-таки территория Крыма. И мы собрались коллективом своим, чтобы поддержать севастопольскую оборону, чтобы Крым перешел в состав России. Главное было у всех не то, что наградят, не наградят, покажут по телевидению или нет, а главное было то, чтобы каждый человек сделал свой справедливый выбор и не было сторонних давлений никаких. Представители самообороны вспоминают, что отстаивать Севастополь были готовы и женщины. И задали мне простой вопрос, где можно записаться. Я сначала не понял, куда записаться. Они говорят, мы вырастили детей, у нас есть внуки. Обвяжите нас, пожалуйста, гранатами и покажите, где есть танки. Мы пойдем на танки, мы пойдем на бендеровцев. Если есть такие люди в Севастополе, если есть такие бабушки, которые готовы обвязаться взрывчаткой, идти на танки, этот город никогда не взять. У нас было с северной стороны три блокпоста, но потом появился еще блокпост Кача. Это вот верность садовая, там ребята мощные, там блокпост Орловский, блокпост тоже мощный. Спасибо, я уже говорил, там на блокпосту выступал, спасибо байкерам в первую очередь. И, конечно, спасибо, особенно вот на Орловском мосту женщины, ее мамовали звали, да, все там, да, эта женщина тоже с первых дней там кормила ребят. И еще хотел бы, конечно, поблагодарить Богородскую Оксану, отчество, я не помню. Она тоже с первых дней именно делала горячее питание ребятам. Отряды самообороны распустили, однако участники с северной стороны создали актив, чтобы всегда оставаться в готовности защищать родину. Черноморский флот России не будет использовать дизель-электрическую подводную лодку «Запорожье» проекта 641 по причине технической неисправности. В главном штабе ВМФ сообщают, что могут передать ее Министерству Украины для дальнейшего использования или утилизации. Лодке уже 44 года, и по своим боевым возможностям она давно устарела. Несколько десятков лет она не использовалась по назначению, а только стояла у пирса. Подводные лодки этого проекта давно не входят в состав подводных сил ВМФ России. Экипаж подводной лодки «Запорожье» может продолжить службу в составе Черноморского флота, поскольку в ближайшее время его состав пополнят шесть новых подводных лодок. Тем временем в Крыму продолжают подготовку украинской боевой техники к отправке на Украину. Большинство танков и машин в неудовлетворительном состоянии и давно не на ходу. Прежде чем погрузить технику на железнодорожные платформы, механикам приходится реанимировать большинство боевых машин, которые даже не заводятся. Кроме проблем с техническим состоянием, некоторые из машин неукомплектованы оборудованием, необходимым для перевозки железнодорожным транспортом. Как ранее сообщалось, вооруженным силам Украины будет возвращено большое количество техники. Военный груз направится в сторону границы, как только будут завершены все работы и оформлены документы. Список военных специальностей, на которые планируется назначать военнослужащих по призыву, расширяется, информирует Министерство обороны Российской Федерации. В частности, в мотострелковых соединениях возвращены должности штатных поваров и хлебопеков. При этом заниматься приготовлением пищи в полевых условиях повара и пекари будут в ходе учений. При решении повседневных задач военнослужащим предстоит выполнять обязанности штатного водителя. Помимо этого, планируется набор призывников со специальным образованием на должности мастеров по ремонту автомобильной и гусеничной техники в возрожденные в конце 2013 года ремонтные подразделения. В Москве установят памятный знак создателю легендарного танка Т-34 Михаилу Кошкину. Проект знака был представлен в столице России. Брельеф с портретом Кошкина создан московским скульптором Светланой Приборой. Памятный знак установят на постаменте под танком Т-34, который находится у входа в Центральный музей Вооруженных сил России. Работа по увековечиванию памяти инженера-конструктора ведется уже больше 20 лет, но каждый раз установка мемориала срывалась по разным причинам. В 1937 году руководство СССР поставило Харьковскому конструкторскому бюро, в котором в то время работал Михаил Кошкин, задачу спроектировать новый танк. В феврале 1940 года два опытных Т-34 были изготовлены и переданы на испытания. В начале марта этого же года Кошкин отправился с ними из Харькова в Москву своим ходом. 17 марта 1940 года танки прибыли в столицу. Их продемонстрировали руководству страны. После испытаний Т-34 был рекомендован для немедленной постановки на производство. По боевым и маневренным качествам он превосходил все зарубежные, средние и даже тяжелые танки этого времени. Высокая удельная мощность двигателя, рациональные углы наклона брони, значительное вооружение, большой запас хода, малое удельное давление на грунт – это главное преимущество машины. Принятый на вооружение 19 декабря 1941 года Т-34 стал самым лучшим танком Второй мировой войны. С его появлением на фронте врагу пришлось полностью менять тактику. А все дальнейшие разработки немецкого противотанкового оружия были нацелены прежде всего на борьбу с Т-34. Министерство обороны России планирует установить в Севастополе памятник великому российскому флотоводцу адмиралу Дмитрию Николаевичу Синявину. Об этом сообщил начальник управления культурой министерства Антон Губанков. В начале мая мы устанавливаем в Севастополе памятник адмиралу Дмитрию Николаевичу Синявину. Памятник изготовлен художниками студии военных художников имени Грекова. Он уже готов, уточнил Губанков. Он также отметил, что идею уже поддержало командование Черноморского флота и власти Севастополя. Точное место установки памятника пока неизвестно. Кроме того, по словам Губанкова, в Крыму в качестве филиала Центрального музея вооруженных сил России будет создан музей фортификационных сооружений. Дмитрий Николаевич Синявин с 1783 года участвовал в строительстве Севастополя и создании Черноморского флота. Во время русско-турецкой войны отличился в сражении у мыса Калиакре. В 1798 был командиром линейного корабля «Святой Петр» в составе русской эскадры под командованием Федора Федоровича Ушакова во время войны России против Франции. А по возвращении был назначен капитаном Херсонского порта. В 1803 году произведен в контр-адмиралы и переведен в Севастополь. Участвовал в экспедиции к южным берегам Черного моря, пройдя от Синопа до Кафы. Полученная им за это награда Орден Святого Владимира IV степени – первый случай жалования Ордена с бантом в знак особого отличия. 30 марта 1770 года началась осада Наварина отрядом из эскадры Григория Андреевича Спиридова. Спиридов был первым флагманом русского флота, начавшим войну на греческих островах – Архипелаге, как тогда их называли. Основной целью экспедиции была поддержка восстания христианских народов Балканского полуострова и нанесение удара Османской империи с тыла. Отряд из эскадры Спиридова в составе двух линейных кораблей и одного фрегата подошел к крепости Наварин. Десант в количестве 300 человек с артиллерией под командованием бригадира морской артиллерии Ивана Гнибала 10 апреля после шестидневной бомбардировки взял укрепленную турецкую крепость. Некоторое время Наварин, имевший удобную бухту, использовался как временная база русского флота, затем был оставлен. Следующий этап противостояния на этом же театре военных действий был в 1827 году. Это знаменитое Наваринское сражение, которое принесло Греции автономию, а России победу над Турцией в очередной войне. 30 марта 1856 года подписан Парижский мирный договор. Юридически завершилась Крымская война. В Парижском конгрессе участвовали Россия с одной стороны и союзники по Крымской войне Османская империя, Франция, Англия, Австрия, Сардиния, а также Пруссия. Для России война была фактически проиграна, однако территориальные потери в итоге оказались минимальны. Взятую турецкую крепость Карс обменяли на Севастополь и другие крымские города. Черное море было объявлено нейтральным. Россия лишилась права иметь там военный флот. Парижский мирный договор 1856 года полностью изменил международную обстановку. Верховенство в Европе перешло из Петербурга в Париж, писал об этом времени Карл Маркс. Только в 1871 году в Лондоне была подписана конвенция, отменявшая статьи Парижского мирного договора. Россия вернула себе право иметь неограниченное количество своих военных кораблей, строить базы и укрепления на Черном море. Именно благодаря этому Севастополь вновь приобрел былое значение. В России внесли изменения в правила дорожного движения. Теперь водители при проезде перекрестков и повороте направо или налево обязаны уступить дорогу велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке. Текст постановления в воскресенье размещен на сайте правительства Российской Федерации. Изменилось значение знака 1.24 пересечения с велосипедной дорожкой, а также скорректировано значение знака 3.20. Обгон запрещен, предполагающий разрешить на участке действия данного знака обгон не только мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски, но и велосипедов. Вводятся новые знаки для обозначения велопешеходных дорожек с совмещенным и раздельным движением, их окончания, а также знаки для обозначения дороги, по которой движение велосипедов осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств. Также постановление обязывает водителей мопедов предоставлять сотрудникам госавтоинспекции МВД России водительские удостоверения в соответствии с принятым решением о необходимости наличия таких документов. При этом для Крыма и Севастополя, как сообщалось ранее, Государственная Дума предусмотрит определенный период времени на адаптацию к российским правилам дорожного движения. По словам заместителя председателя Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслава Лысакова, этот период, возможно, будет закреплен в нормативно-правовых актах. 30 марта на коврах спортивной школы «Чайка» состязались любители смешанных видов единоборств. Борцы разных возрастных категорий приняли участие в открытом чемпионате Севастополя по панкратиону и граблингу. Впервые спортивная встреча такого формата прошла под флагом Российской Федерации. Нынешний открытый чемпионат по панкратиону и граблингу организаторы посвятили Севастопольской роте милиции особого назначения «Беркут». Более ста спортсменов приняли в нем участие. По словам судей, хорошую подготовку продемонстрировали как представители старшей возрастной категории, так и юные борцы. Эти соревнования можно проводить везде, в каждом городе Крыма, России. И желаю, чтобы эта федерация и этот вид спорта развивался дальше. Ну, я считаю, что соревнования проходят на высоком уровне. Под флагом Российской Федерации это хорошо, конечно. Вот сейчас буду бороться за первое место. Думаю, выиграю. Юные спортсмены рассказали о своих планах и о том, почему предпочитают заниматься именно панкратионом. Здесь мы изучаем два стиля. Борьбол и рукопашный бой. А когда я был на дзидов, в принципе, там ничему не учили, там только броски и все. Еще мне папа посоветовал это, поэтому я пошел сюда. Мне очень нравится здесь. У меня было... Вот это мои третьи соревнования. А вторые, это я ездил на Украину и занял второе место. Я хочу хорошо заниматься, выигрывать на соревнованиях и выйти в кандидат в мастера спорта. Родители участников чемпионата говорят, что хоть панкратион и считается опасным видом спорта, тренировки и соревнования приносят заметную пользу. У меня ребенок ходит, мальчик Мельченко Владимир, уже ходит два года. Почему? Посоветовали нам, честно говоря. У нас была немножко проблема с поведением, и нам сказали, что очень хороший тренер. И борьба, она немножечко дисциплинирует. Но мы отдали, и я ни грамма не жалею. Состязания по панкратиону и граплингу проходили в течение всего дня. Результаты станут известны в ближайшее время. Впереди у севастопольских спортсменов новое достижение, возможно, во всероссийских состязаниях. Уже вышла у нас федерация панкратиона России. Пригласили на чемпионат России, который будет проходить в городе Новосибирске в апреле месяце. Как мы будем еще участвовать, я не представляю, потому что расходы вырастают сразу в десятки раз, нежели участие в чемпионатах Украины. Но, тем не менее, приятно, что нас приглашают и видят в нас какой-то потенциал, перспектива. Алексей Заднепровский подчеркивает, что севастопольские борцы панкратиона всегда отличались достойной подготовкой, силой духа и характера. На Украине севастопольская команда входила в четверку лучших, поэтому и в России себя показать севастопольцам не стыдно. Наталья Данилова, Дмитрий Лилияко, Севинформбюро. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 15 детей, 5 мальчиков и 10 девочек. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Плановые эфиры вечером в 19 часов, в 21.30, в 2 часа ночи, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05, 15 и 17.30. Телефон редакции 59-0062. В течение дня возможны экстренные включения и изменения в текущей программе передач. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Онлайн-трансляцию канала смотрите на сервисах Диван ТВ и Гоу Веб. Новости Севинформбюро слушайте также в эфире радиостанции 102.0. Ждите новостей. До встречи. Севинформбюро слушайте.